А наверняка уже многие слышали о том, что вот разослали по почте, в каждую семью английскую, вот такие вот письма. Это письмо от Бориса Джонсона. Вот я получила довольно вместительный большой конверт. Он больше, чем обычный. Вот написано. Это последнее жизненное изменение о коронавирусе от правительства. Вот как бы так. Последнее жизненное изменение. И оно такое толстое было, вы знаете. Но я подумала, что, наверное, прислал какие-то карточки людям. Или на денежную помощь, или что-то такое в связи с продуктами можно как-то получать. Но нет. Вот прислали вот такую брошюру. То есть в связи с коронавирусом находись дома и защити NHS Safe Lives. Вот здесь вот даже не поняла. Защитить надо именно их, вот эту медицинскую государственную службу NHS сохранить жизнь. Или вот эта фраза такая вот для меня непонятная. То ли он просит, чтобы мы защитили именно медицинскую службу Великобритании. Сохранить жизнь. Или помочь ей. Потому что протект это защита. Ну вот как перевести эту фразу, это очень интересно. Ну ладно, хорошо. Очень большая такая брошюра. Все тут опять они расписали, что вы должны руки мыть. Ну то есть повторили то, что у них уже написано в их этом веб-сайте. Главном government.uk. И дальше мы видим письмо. Вот такое вот очень серьезное официальное письмо. Написано от премьер-министра. Видите? И написан его адрес в Лондоне. 10 Downing Street. Лондон. И почтовый адрес. 10 Downing Street. Это... Сейчас покажу вам, где обычно все живут премьер-министры. Если один покидает пост премьер-министра, то он освобождает вот этот вот адрес. Ну покажу. Там в центре Лондона совсем-совсем небольшая резиденция такая. Там охраняет полиция, но можно увидеть. Так вот. Вернемся к письму. Что пишет нам нации Борис Джонсон? I am writing to you to update you on the steps we are taking to combat coronavirus. Ну, я не буду вам зачитывать все это на английском языке. В принципе, что я могу сказать? Я даже еще раз говорю, что я думала, что что-то он тут серьезное. Чтобы посылать, представляете? Каждую семью сказали это больше 30 миллионов. 30 миллионов писем они разослали. Вот не лень было так загружать почтовое отделение. Мне это тоже непонятно. Но здесь, как говорится, любители англичане, я уже много раз это тоже повторяла, что англичане очень любят сами посылать письма по любому поводу. И, конечно же, получать эти письма. Вот засоряют очень сильно, таким образом, свою почтовую службу. Не знаю, как к этому относиться. По мне, ну вот, наверное, все-таки другая нация и другие привычки. Если они воспринимают обращение только на бумаге, как обычно, то вот он им такое обращение и послал на бумаге. Оно короткое, видите, вот. И здесь подпись Борис Джонсон. Ну, конечно, подпись это... Не подписывал он все 30 миллионов писем. Это невозможно. Ну, просто штамп такой с его подписью. Так вот, что он тут пишет все-таки? Что я поняла из-за того, что коронавирус, очень трудное время, и что это время, оно проникнет в каждую семью, и каждый почувствует на себе, как это все сложно. Ну, в общем, понимаете, вот слова. И дальше, значит, будет еще хуже. Время будет ухудшаться перед тем, как, может быть, улучшение наступит. И, значит, вот он пишет опять. That is why we are giving one simple instruction. You must stay at home. Вот это именно почему он обращается ко всем с очень простой инструкцией. Вы должны оставаться дома. Ну, и дальше вот эта вот опять фраза странная в конце, что он просит, что сейчас, значит, медицина английская, она не справляется. И, возможно, что если вы не будете оставаться дома, коронавирус разовьется сильнее. И, значит, не справится наша, вот, государственная медицинская служба. И он говорит, что вы должны помочь именно медицинской службе государственной английской, NHS. У них называется, видите, Our Fantastic NHS, And Car Sector Across England, Scotland, Wales And Northern Inland. Ну, в общем, понимаете, вот опять, как сказать, вот он пишет, что будет очень трудно в семьях, что вы потеряли работу, что вы уже переживаете по поводу того, что вы не гуляете. Но, тем не менее, вы должны оставаться. И опять он пишет, что здесь будет полиция применять строгие меры, если вы выходите из дома. То, может быть, к вам применена строгая мера. Вас оштрафуют. И в таком духе. То есть, в общем, для чего было прислано это письмо, друзья. Я не знаю, стоит ли вам его полностью переводить. Потому что это можно найти, в принципе, тоже. Я просто показываю, как это выглядит. И просто удивляюсь еще в очередной раз. Вот таким вот мерам. Ведь это, понимаете, тоже сколько было истрачено бумаги, сколько было истрачено человеческих ресурсов. Почтальоны, все почты, все работали, не покладая рук, как говорится. 30 миллионов вот таких посланий президента в каждую семью. Это огромный труд. Ну и для чего вот это вот все? Я не понимаю. Может быть, кто-то из вас мне объяснит. И вот интересно, были бы вы рады, если бы вам в каждый дом, в каждую семью, вот, например, ваш президент послал вам вот такое письмо обращения, в котором, в принципе, все те же самые слова, одни и те же. Но никакой помощи, понимаете ли. Лучше бы уж они в 30 миллионов. Вот этих вот писем положили бы по тысяче фунтов в семью. По мне, какую-то карточку, знаете, на получение какой-то суммы. Ну, пусть не тысячи, ну, хотя бы 200 фунтов там, я не знаю, 500 фунтов. Нет, одни опять разговоры. По поводу Бориса Джонсона, он же находится, как вы знаете, с заболел коронавирусом, находится в больнице, так или иначе. Он был в реанимации, сейчас, говорят, ему стало лучше. Ну, конечно же, что уж тут говорить. Борису Джонсону найдут возможность, как ему помочь. Что происходит с остальными. Это уже касается последних данных по коронавирусу. Вот написано, последние данные во всем мире. Таблица распространения. И вот мы смотрим. Ну, здесь, потому что Россия, печатает Россия на первом месте по своим данным, но это не значит, что она на первом месте. Она очень, пока еще мало тут у них статистика. А вот смотрим дальше. На первом месте Штаты. 496,535 заразившихся. Дальше Испания. 158,273. Дальше Италия. 147,577. Дальше Франция. 125,060. Германия. 122,171. Китай. 82,941. И на седьмом месте Великобритания. 74,156. Из них 8,967 на сегодняшний день умерло. И посмотрите, какая маленькая цифра. Всего лишь 384 выздоровела. По сравнению, например, посмотрите с Китаем. У них, получается, заболевших больше, умерших всего 3300 и 77,700 выздоровевших. А в Великобритании что-то, вот посмотрите, у них самая низкая цифра выздоровевших. 384. Я таких даже и не вижу. Вообще, конечно, крах британской медицины виден на лицо. И то, что Британия была до этого, я смотрела, наверное, неделю назад, Британия была на 11 месте по заболевшим. А сейчас Британия выскочила на седьмое. И смотрите, что также творится с Испанией и с Италией. Испания теперь уже больше даже зараженных, чем в Италии. До этого мы все переживали за Италию. Ну, вот не знаю, понимаете, что происходит. Потом дальше Великобритания стоит между Китаем и Ираном. Странное дело. Китай, дальше Великобритания, Иран, Турция. Ну, вот такое соседство с азиатскими странами тоже странно мне. И сейчас я вам покажу еще одну вещь, которая мне здесь нравится, как она выглядит. Это уже на сайте Великобритании, посмотрите. Вот они сделали такие графики ежедневные. Значит, вот на сегодняшний день заболевших, но здесь почему-то 70 272. Так, а здесь у нас сколько было? 74 156. Видите, даже разные какие-то цифры. Но, может быть, там еще не обновили. Вот здесь. Из них умерло 8 958. Видите, да? И вот дневная статистика. В день заболевает 5 195 и умирает 980. Умирает почти 1000 человек ежедневно. Можете себе представить? А вот по поводу вылечившихся они вообще не дают статистики. Ну, то есть, если у них всего 300 вылечилось из 70 тысяч, то это, конечно, вообще катастрофа. И дальше они дают вот тоже такую интересную карту. Вот она тут. Карта Великобритании. Ну, может быть, не очень вам видно хорошо. Вот Великобритания и вот такая карта. И тут видно. Можно кликнуть на любую территорию. И будет написано, сколько конкретно на этой территории заразившихся. Ну, и если мы откроем, посмотрим. Вот у них Бирмингем после Лондона стоит на первом месте. Вот Лондон, видите. Лондон, Лондон, Лондон. Так, ну тут его еще. Так, ну я смотрела там в Лондоне, по-моему, что-то 13 тысяч заразившихся. Это уже части Лондона показываются. И здесь внизу наш остров Айлоу-Вайт. Вот он. Наш остров Айлоу-Вайт. Ну, то есть на нашем острове Айлоу-Вайт также есть. Вот почему они белым эту карту рисуют, мне непонятно. Вот. И здесь вот сбоку, видите, по городам, по провинциям Бирмингем после Лондона на первом месте 1604 заразившихся. И дальше, если мы поищем наш остров Айлоу-Вайт, он в самом низу, в самом присамом, вот он Айлоу-Вайт, уже на сегодняшний день 41 человек заразившихся. А было 2 недели назад всего 2 человека. То есть точно так же получается, что идет увеличение количества заразившихся. И вот еще хочу вам одну карту показать. Я ее нашла тоже в онлайн. Если кто не видел, то тоже довольно интересная вещь. Вот, обратите внимание, красным это уже столько зараженных в мире. И вот видите, здесь статистика. В правом верхнем углу заражено на сегодняшний день по всему миру 1 705 732. Вылечено 378 444. Погибло 103 227. Это на 11 апреля. То есть на сегодняшний день. И вот смотрите, что мы видим. Самое-то интересное, что те, кто вот все говорили о каком-то заговоре, мировой заговор и страны, основные, самые богатые, европейские и, конечно же, Америка, что это их тут какие-то происки. Ну вот, если мы посмотрим, если мы увеличим эту карту, так вот, то что мы видим, посмотрите, как интересно, что основная-то вся масса заразившихся, вот, это же Европа, вот она. Это европейские страны. Ну вот, кстати, по России раньше было меньше, сейчас уже тоже довольно много. Но обратите внимание, что по сравнению с европейским континентом, вот, что где все красное, посмотрите ниже, посмотрите Африку и азиатские страны. Здесь, конечно, есть количество зараженных, но это же совсем мизер. Посмотрите, Африка, она вся практически белая. А ведь нам говорили, что вирусы, бактерии, это в тех странах, где грязь, где плохая вода и все такое, понимаете, что вот нищета. А оказалось, что вирус-то, вот, взгляните на карту, как это видно вообще. Это я никогда в себе в голове не прокручивала и не сравнивала, но оказалось, что сам-то вирус поразил именно европейские страны. Вот, пожалуйста, обратите внимание. И, конечно же, Штаты. Штаты точно так же поражены. Вот они, Штаты. Обратите внимание. Вот, а по сравнению с Азией, по сравнению с даже Индией, представляете, и что меня удивило Африкой, совершенно странно. Но Индия, Китай, и у них, ну, я не знаю, по мне так все белым-бело. И что творится здесь. То есть, понимаете, вот не работает этот заговор. Заговор не работает. Что же они так сами на себя напустили эту заразу? Вся красным. Европа именно, именно Европу сразил наибольшим образом коронавирус. Очень странно для меня. Катя. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok